Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и сегодня я вновь снимаю видео со своей родной сестрой Полиной. Всем привет, ребята! И сегодня мы здесь все собрались, чтобы поностальгировать. Да, сегодня, Полина не зря сказала, что мы будем ностальгировать, мы собрались, как бы это странно и смешно не звучало, строить шалаш. Да, это может у многих вызвать улыбку, но раньше в детстве мы с Полиной очень любили строить всякие домики, шалашики, прятаться от родителей, придумывать всякие задания, что-то строить. У нас было незабываемое детство, я и не спорю, мы сейчас дети, причем еще какие дети, еще лет через пять мы будем снимать видео о том, чем мы сейчас занимались. Но когда мы были супер-мега-маленькие детишки, мы очень круто играли в разные игры, очень хорошо ладили, и сегодня мы хотим показать вам частичку нашего детства. Я уверена, что многие в детстве тоже любили строить всякие домики, шалашики, придумывать свои комнатки, что-то мастерить из коробок. Я думаю, вы поняли, что мы сейчас решили поднять себе настроение, поностальгировать и построить шалаш из стульев и одеял. Да, мы не только это будем использовать, добавим внутрь всякие неновые подсветочки, возьмем с собой еду, посмотрим какие-нибудь фильмы, покажем вам атмосферу нашего шалаша, потому что раньше мы так делали очень часто. Атмосфера шалаша. Да, атмосфера шалаша. Как бы это смешно ни звучало, но видео мы постараемся сделать крутым. И у нас есть вот такая вот тележка с записками, в которых написаны вопросы, на которые мы будем отвечать в шалаше. Да, мы построим шалаш и, чтобы немножечко развлечься поочередно из этой тележечки, будем вытягивать вопросики, которые вы нам задавали в моем инстаграме. Если вы до сих пор не подписаны, то обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить очень много всего интересного. Я думаю, многие поняли, что там очень много всего происходит. Тут достаточно много вопросиков о детстве, о наших увлечениях, на которые мы ответим сразу после того, как мы строим шалаш. И не будем медлить. Надеемся, что вам понравится это видео. Мы пошли конструировать наш шалаш. Да, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и мы начинаем строить шалаш. Поехали! Вуу! Итак, покажу вам, что происходит сейчас в моей комнате. Естественно, присутствует небольшой такой беспорядочек. Но, как вы видите, мы уже начали готовить наш шалаш. Да, это действительно странно звучит, я к этому никогда не привыкну. Мы поставили вот такие вот четыре стула. Использовать для нашего шалаша мы еще будем мое священное кресло, где я снимаю страшные истории. Подумаем вообще, как будет выглядеть наш шалаш из детства. Немножечко его начнем строить, накинем одеяло и вернемся к вам, уже покажем, что мы придумали делать. Но! Мне уже сейчас пришла гениальная идея. Я думаю, нужно начать постройку нашего шалаша с того, чтобы обустроить дно. Чтобы нам было комфортно сидеть и чтобы мы сидели не на полу, мы положим очень много одеяла, подушечек, всяких атмосферных штучек, дрючек. А потом уже сделаем крышу. Эй! Полина меня решила убить одеялом. Кстати, да, мы еще сняли покрывало, кровать расправлена. Мне очень стыдно это показывать. Я вообще не думала, что буду снимать такое видео, но я думаю, оно получится крутое. Поэтому сейчас мы к вам вернемся, как обустроим пол нашего шалаша. Мы уже сделали вот такие вот прикольные стены. Они очень круто выглядят и нету никакого намека на то, что тут стоят стулья, если только не смотреть вот сюда. Чуть попозже мы сделаем крышу, а сейчас будем обустраивать шалаш вот тут вот внизу. Я думаю, можно кинуть туда сразу окуленка. Полинину плюшевую игрушку, она ее очень любит. Вот такая вот прелесть. Обычную подушку, пускай она лежит на кресле. Кресло мы тоже будем накрывать, и это тоже у нас будет как шалаш на всякий случай, чтобы... Какашка тут с нами здоровается. Ставить вот сюда камеру и отвечать на вопросы. Итак, у меня имеется еще вот такая вот прекрасная ламочка, которая вот так вот включается. Очень миленько светится, и ее мы тоже будем использовать как небольшой источник света в нашем шалаше. Также есть еще всякие вот такие вот светильнички, которые я включаю на фоны своих видео, и они тоже пойдут в шалаш. Тут уже достаточно атмосферно, красиво. Согласна, что это очень смешно и весело, но в детстве мы с Полиной просто обожали делать такие домики, шалашики. Это очень круто выглядит. Это сейчас выглядит примерно так. Ой, эта лампочка идет в наш шалашик! Да, типа смешно, но это очень круто, и мы окунемся в детство. Ну а сейчас мы достроим шалаш, и уже вернемся к вам. Покажем вам, что находится внутри, и как там все-таки атмосферно. И ни капельки не смешно. Ну что же, мы уже закончили постройку нашего детского шалаша, и вы не представляете, как внутри атмосферно. Посмотрите, шалаш, если что, можно закрыть. Внутри него света никакого не будет. Но если мы захотим, чтобы свет немножечко поступал, там уже внутри сидит Полина, то мы просто оставляем дверку открытой. Итак, издалека наш шалашик выглядит очень атмосферно, по-детски. Это вам не домик из пленки на дереве, конечно, но... В общем, залезаем внутрь. Добро пожаловать в наш шалаш. Тут очень атмосферно. Прям такая вот у нас своя детская тусовочка. Тут Полина уже сидит внутри, кайфует, она укрылась пледиком. Сейчас я залезу внутрь, и мы уже начнем. Карин, ты все место занимаешь. Криногигант. Переросток уже, мне кажется. Ну что же, мы оказались в шалаше. Тут безумно комфортно. Я прям вспоминаю детство. И сейчас мы с Полиной здесь будем отвечать на ваши вопросы. Сейчас я хочу показать вам, как выглядит этот шалаш. Вообще, что тут есть внутри необычного, атмосферного. Во-первых, шалаш у нас, ну, максимум 2 квадратных метра. Вот тут, Полина, можешь показать всякие атмосферные светилки, игрушечки. Все настолько красиво. Плавно переходим к креслу. Тут у нас всякие вкусняшки, айпад, так как мы будем смотреть фильм. Всякие подушечки, пазлы, подушечка-какашка. Вот такой вот светильничек красивый. Тут сидит Полинка, которая кайфует, обнимает акулу, укрылась пледиком. И рядом уже находится наша тележка, в которой лежат вопросики, на которые мы совсем скоро будем отвечать. В шалаше безумно комфортно, прям у нас такая тут своя атмосфера. Повторяюсь, что у нас имеется вот такая вот прекрасная тележечка, где внутри лежат вопросы. И я хочу вытянуть первые в этой прекрасной атмосфере, со всякими ламами, светильничками, ответить на первый вопрос. Их тут больше 10, по-моему. Начнем с первого, будем отвечать на вопросы вместе. И немножечко сейчас поменяем ракурс. Ну что же, мы сейчас открываем банановые чипсики. У нас сейчас такой небольшой девичник. Будем постепенно их кушать. Я поставлю светильнички на фон, чтобы вы их тоже могли видеть. И начнем отвечать на ваши вопросы. Итак, я тяну первую бумажку из нашей тележечки. И отвечаем вместе на первый вопрос. Расскажите друг о друге в детстве. Итак, ну, я, пожалуй, начну. Полина в детстве была достаточно таким нервненьким ребенком. Но изначально она меня немножечко так слушалась. И называла меня лет до пяти няней. Мы ругались очень редко. И Полине было годика четыре или три, когда мы начинали уже играть во всякие игры. Я на тот момент очень-очень-очень сильно любила играть во всякие игры. А Карина, наоборот, была очень ленивым ребенком. И мне приходилось ее заставлять со мной играть. Мне это очень плохо удавалось. И она сделала мне такое условие, что мы играем с ней, когда у нее хорошее настроение. И я к ней просто каждый день подходила и говорила, Карина, у тебя хорошее настроение или плохое? Да, мы прям были детьми. И Полина постоянно ко мне подходила и спрашивала, нормально ли у меня настроение, чтобы поиграть со мной в какие-то игры. Карина на тот момент, как и сейчас, была очень-очень-очень позитивная. Ну не то чтобы позитивная, но с ней никогда не было грустно и скучно. Она всегда могла поднять настроение. И, например, мы сидим просто все такие грустные. И она такая, водоворот! В общем, у нас были такие шутки, когда мы выкрикиваем просто какие-то смешные слова, и тем самым поднимаем друг к другу настроение. Мы сейчас так делаем. Паук-хнюк! В общем... В общем... Следующий вопросик тянет Полина. Итак, доставай. Какие у вас были секреты от родителей? Может быть, какие-то наши шутки свои, или когда мы играли в разные игры, мы пытались спрятаться от родителей. У меня был секрет от родителей. Мне давали деньги на хлеб, и я всегда просила побольше денег, чтобы давали. И всегда обманывала родителей, сколько стоит хлеб. То есть, например, он... Я точно не помню, но, например, он стоил 20 рублей, а я говорила, чтобы мне дали 40 рублей, чтобы я еще купила себе Кока-Колу. Да не только, я думаю, Кока-Колу. Все так делали. Всякие вкусняшки, штучки-дрючки. Очень много всего интересного, прикольного. Вот, следующий вопросик тяну я. Итак, что же там такое? Была ли у вас своя игра? О, да! А-а-а! Шпионы! Да, у нас игра называлась Шпионы, и из конструктора мы строили свои собственные пульты, и каждая деталька в этом конструкторе означала какое-то действие. Например, вот плоскость, да, из конструктора, и на ней всякие детальки. Эта деталька означает, что я могу пуляться в тебя спрайтом. Эта деталька означает, что мы можем быть невидимыми. Эта деталька означает, что я смогу защититься от твоих всяких... Чар! Да, чар, нападаний. В общем, очень было интересно, мы прятались от родителей, придумывали свои какие-то фишечки, и это было офигенно. Итак, следующая записка, какие мультики вы смотрели в детстве? Наподобие Рапунцель или какие-нибудь мультики Мой Дадыр? Мой Дадыр! Мой Дадыр! Да, вот такие вот всякие крутые, атмосферные советские мультфильмы, которые, может быть, наши родители тоже смотрели в детстве. Не помню еще название мультфильмов, которые мы смотрели с Полиной, но сейчас вы видите те мультики, которые мы любили. Они просто офигенные, очень крутые, про дружбу, про какие-то поучающие моменты, и я обязательно загуглю в интернете, как они назывались, но мне из головы уже просто вылетели все мультики, которые мы смотрели, но это было супер атмосферно и круто. Дом, который построил Джек. Да, кстати, мы тоже это смотрели. Но когда я была маленькая, я и сейчас маленькая, но когда мне было 6-7 лет, я смотрела всяких Лунтиков, хотя я и сейчас смотрю. Да, мы очень часто смотрели мультик Лунтик, очень много всяких серий про дружбу, покупали диски, и по дискам смотрели все эти серии, брали с собой яблочки, в родительской комнате смотрели Лунтика. Это все так атмосферно, необычно. Следующую записочку ты вытягиваешь, Полин, доставай. Кого из ваших учителей вы запомнили и все еще любите? Ой, у меня учительница, которую звали Виктория Ривовна, она учила нас с 1 по 5 класс, и она была очень добрым, хорошим учителем, и она мне запомнится прям навсегда, потому что она была прям офигенная, хорошо учила детей, но когда я была маленькая, не особо ее любила, потому что мне казалось, что она строгая, а не воспитывает нас. Очень часто она проводила уроки, где рассказывала нам, как себя правильно вести, у нас была продленка, как нужно гулять, что мы кушали. В общем, с этим учителем я провела большую часть своего времени, так как она меня постоянно обучала, давала какие-то советы, и это был самый лучший преподаватель, потому что она меня учила целых 5 лет, и она просто суперская. У меня, к сожалению, была учительница только в 1 классе, потому что я очень часто меняю классы и школы. Ольга Викторовна, я ее очень сильно и все еще люблю, она мой самый любимый учитель, мы настолько все ее любили, что просто ждали перемену, чтобы пойти и обнять ее, и всю перемену просто стояли и ее обнимали. Хорошая, видимо, была учительница, добрая и любила детей. Это самое главное, но я очень часто сталкиваюсь с теми учителями, которые ненавидят детей, но просто идут в школу ради того, чтобы зарабатывать деньги, занижают оценки детям, не умеют правильно их учить, да и сейчас даже в 9 классе я сталкивалась с теми учителями, которые вообще неправильно себя ведут и позволяют себе слишком многое, такое поведение недопустимо учителям. Так, нельзя себя вести. Следующую записку, которую я вытянул. Какая у вас была любимая игрушка? Ой, у меня в детстве была игрушка любимая Суслик. А у тебя? У меня, я даже не знаю, как она называлась, но это какой-то баран, который был с очками и в каком-то костюме, штанах. А, я помню, я помню, да, блин. Это очень миленькая такая игрушка, но у меня Суслик был вот в самом-самом раннем детстве. Я думаю, Полина даже тогда еще не родилась. А так, чтобы у нас была какая-то общая игрушка. Ой, слушай, наверное, лемурчики какие-то. Лемур, который большой такой, с хвостиком, у меня он все еще есть. Пучеглазый, да. Фотографию лемура вы сейчас видите на своих экранах. Они такие миленькие, даже их можно было коллекционировать. Есть большой, а есть маленькие, есть такие единорожки, пингвинчики. Все с такими большими глазками. И Полина их обожала коллекционировать. И я к ней присоединялась тоже, мы любили их. Ну и последний вопрос прочитаю я. Посмотрим, что же там такое написано. И покажем вам дальше шалаш и расскажем, чем мы будем заниматься. Какую еду вы кушаете часто вместе? Ой, ребят, мы с Полиной кушаем просто все вместе. Хотя этот вопрос... Мы всеядные. Часто задаваемые. Вы такие вопросы насчет нашего питания задаете очень часто. Да, мы кушаем все. Мы кушаем все вплоть до банановых чипсов, заканчивая всякими макаронами, сухариками. Да, мы любим вредную пищу, шоколадки. Это наша любимая шоколадка просто с детства. Наша любимая шоколадка, которую мы постоянно покупаем в аэропорту. В общем, у нас было незабываемое крутое детство, которое останется у нас в памяти навсегда. Сейчас мы продолжаем расти, сейчас мы тоже дети. И просто так бы отвечать на эти вопросы было бы очень скучно, поэтому мы решили построить шалаш. Сейчас вам покажу, что еще в нем находится. Вот так вот у нас атмосферно в шалаше. Такой особый домик, где мы сидим, занимаемся своими делами. Сейчас я предлагаю нам что-нибудь включить на планшете. Какой-нибудь мультик, который мы смотрели в детстве, так как это видео посвящено ностальгии. Свинка Пеппа. Почему не Лунтика? Свинка Пеппа. Свинку Пеппу, хорошо. Кстати, в детстве мы тоже очень часто смотрели Свинку Пеппу, всякие такие мультики. Поэтому прямо сейчас мы начинаем смотреть Свинку Пеппу, которую мы очень часто смотрели в детстве. Это прям суперский такой своеобразный мультик. И понимаете, в чем прикол? Мы еще сидим в шалаше, в своем собственном домике и смотрим эти мультики. Со своими вкусняшками, со своими подушками, со своими светильничками, шоколадками, чипсиками. Уже ответили на вопросы. Поэтому сейчас мы будем заниматься своими делами и смотреть мультики прямо тут. Ну а сейчас мы решили пособирать пазлы. Я думаю, мы не полностью их соберем, так как их тут очень много. Но будем развлекаться, заниматься делами. Может быть, посидим в телефонах, снимем какой-нибудь тикток. Вообще в этих шалашах есть своя фишка, и можно даже не использовать фонарик, как сейчас. Я сижу просто как будто в каком-то домике со своей атмосферой. С сестрой, с которой я раньше строила эти всякие домики. Тут очень атмосферно, даже ни чуточку не жарко. Очень круто, и мы прям как будто в своем домике, в своей комнатке занимаемся своими делами. И хочу запустить необычный хэштег под названием шалаш с Кариной. Вы видите сейчас, как выглядит этот хэштег, выкладывайте сториз в инстаграм, как вы делаете шалаши, окунаетесь в детство, или занимаетесь какими-то детскими делами наподобие. Смотреть мультики, собирать пазлы, заполнять ежедневник, смотреть мультики, которые вы очень часто смотрели в детстве, пересматривать детские фотографии, и отмечайте меня с этим хэштегом. Я буду добавлять вас к себе, или лайкать ваши фотографии, или отвечать на ваши истории. Это будет супер круто. Но у нас с Полиной сегодня самый настоящий шалаш с Аракелян. Офигенная атмосфера, и если бы не этот ночник Лама, то было бы все совершенно по-другому. Он добавляет такой свой свет, желтенький, и мы реально сидим как будто в своем собственном домике. Это все настолько атмосферно и необычно. И я думаю, такие видео мы с Полиной будем снимать чаще. Я отсела чуть дальше, и в шалаше появилось больше места. Полина вся такая сонная, как будто в шалаше уже наступила ночь, так как тут темно, Полине охота спать. Поэтому я предлагаю добавить нам немного света. Включим фонарик, как-нибудь его вот так поставим, чтобы было более ярко. Посидим в телефонах сейчас, покушаем. Да, Полина положила еще один фонарик, и тут стало еще ярче, такой необычный свет. Предлагаю нам с тобой, Полина, посмотреть какой-нибудь фильмец, или посмотреть что-нибудь на Ютьюбе, так как пазл мы уже пособирали, чипсики мы покушали, вкусняшки покушали, сидим в нашем шалаше. Просто офигенно, у меня даже носки сегодня детские, посмотрите. Полина включила Gravity Falls, и сейчас мы будем смотреть этот мультик, так как мы его тоже смотрели в детстве. Пожелайте нам приятного просмотра. Продолжение следует... Спасибо вам большое за просмотр этого видео, и оно подходит к концу. С вами была Полина и Карина. Спасибо вам огромное. Надеюсь, у нас получилось передать вам эту чудесную атмосферу детства, поделиться с вами нашими историями, которые с нами происходили, во что мы играли и так далее. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и пока! 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 Субтитры создавал DimaTorzok